Есть много мест, где можно наблюдать за победителями, но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство 1x Ставка. Потому что надо в Орине приходить, да, Дим? Да ты как? Армянская, бля, поем, как там домкады. Пишет, камера работает, 3-4, поехали. Георгий Батяев. А.К. Батяй. А.К. Батяй. Арсен Акопов. Медийный. И Дима Шишков, Флорентина Перес. И сегодня вместе с нами Эль Матадор Амирчик и Фарид, просто Фарид. Ты сказал, что, когда Симаха делал свой репортаж тренировки, ты сказал, что Казахстан это такая проба пера, чтобы подготовиться к следующему МФЛ и МКС. У меня вопрос, ты уже общался с организаторами по поводу участия команды Fightnet в МКС? По МКС еще пока не с Германом не общался, общался по МФЛ, по третьему сезону, как мы с Николаем общались. Он говорит, что мы в третьем сезоне. Это уже точно. Ну, пока, ну как, как Камил сказал, как бы, все время покажет, потому что там все меняется, поэтому, ну, по последней информации, и он и мне, и Камилу сказал, что мы в третьем сезоне. А по поводу МКС? По поводу МКС я общался с Германом до того турнира в МКС, до того сезона, поэтому по новому сезону пока непонятно, они же там, а то летом хотят проводить, а то в момент весной, там, я пока, пока нет понимания. Батяй, вспомни, когда тебе Дима позвонил и предложил поиграть за команду 1x Fightnights? Вообще, на самом деле, Диму я не знал до Fightnights. Так получилось, что я познакомился с ним на тренировке на первой. И позвал меня вообще изначально, ну, фара, потому что я его знаю. Вон он, главный агент, который сидит, это, вот, он перевел Батяя, поэтому... Теневой агент, так скажем. Агена Раелова в Медиа-лиге. И вот так и познакомился. Да, потому что Батяя я знал по выступлениям за Сахалинец, я знал его то, что он в Айби должен был играть. Вот, но как по игре это я сильно не видел, мне уже просто Фарид сказал, что вот он есть, как бы, готов прийти на тренировку. Ну, и мы, как бы, на первой же тренировке сразу же поняли, что он нам нужен. Как бы даже долго не затягивали с этим. С Арсеном легче, сложнее было, потому что такой лакомый кусочек, серебряный призер первого МФЛ. Его тяжелее было уговорить или как? Ну, конечно. Нет, с Арсеном было тяжелее, потому что, да, мы с ним долго переписывались, потом долго встречались, там сидели, разговаривали. Не, ну, честно говорить, капризный чуть мальчик он, на самом деле. Нет, долго, ну, это прям долгий трансфер был у меня, поэтому мы еще оказались соседями, вот, поэтому мы там с ним встретились, еще с нами. С Арменией, что ли? Нет, из Люберис. Вот, с ним сидели, общались. Переговорщик у него хороший был, еще Лечев с ним. Потому что мне Лечев всегда про него говорил еще до начала турнира, до начала медийного футбола. Он говорит, есть хороший нападающий, хороший прям нападающий, много забивает, за Балашиху играет, да. Прям много забивает, я такой, блин, ну, надо будет посмотреть. Потом оказалось, что это Арсен. Он говорит, да, он говорит, вообще нападающий, колодец вообще очень много. Я говорю, трезубец, наш вилл в обадении, который, если выставить, мы МФЛ заберем спокойно. Трезубец какой, ты, Шарип? Я, Шарип и Камил. Начинается, натачивается трезубец, там, Шарип начинает набирать уровень, там, Камил. И Арсен ждет, пока все наберут. Почему ты выбрал 5-9, Сокоп? Давай зафиксируем, почему. Чем тебя Дима так купил, убедил? Полезью ножа, сейчас аккуратно. Отношения. Да. Ну и заинтересованность в трансфере. Для тебя было это важно? Ну, во многом, да, конечно. Я тебя услышал. А Копа, опять-таки, Симахи рассказывал, что если, грубо говоря, не выйдем из группы в Казахстане, это не катастрофа. Это правда не будет катастрофой, или так для красного словца было сказано? Ну, об этом никто и не думает даже. Ну, это не катастрофа, я считаю. Батя, как ты считаешь, если команда не выходит из группы, то это все? Катастрофа как? В глобальном смысле, конечно, нет, да. Но для нас очень важен этот турнир, на самом деле. Или хоть мы и летим туда, знаешь, у нас будет, мы как бы совместим, типа, сборы и турнир этот. Но, блин, мы уже отыграли один турнир, и мы заняли последнее место в группе. Мне кажется, достаточно уже поражений, и, типа, надо, есть хороший шанс взять кубок. Просто я постоянно слышу про Fight Night в контексте классного душевного коллектива, и ребята до сих пор говорят про некое сплочение, а немного ли времени на сплочение уже, может быть, и результат? Мы сплотились за полем, этот 100%, а на поле нам сейчас... Наоборот, сплочаться почаще надо. Как я вижу, как я понимаю, есть некий костяк у команды, которые ходят на тренировки, там, тренируются, да, которые мелькают и на камерах, и так далее. Но есть ребята, которые не тренируются, но при этом они едут. Как относиться к таким ребятам, Дим? И почему вообще так происходит? Смотря кто, просто многие болели у нас. У нас тоже, как бы, если говорить про турнир в Казахстане, он, как бы, трагедии не будет, потому что, ну, тут такой момент, что новогодние праздники, люди только начинают входить в ритм, там, начинают только тренироваться. Кто-то болел, у нас очень много народу, которые болели, ну, это, пневмонии лежали. Очень проблема. Тот же Стогов, который едет, он долго с пневмонией лежал. Должен был Мулин ехать, он тоже, у него там двухсторонняя пневмония, он там в реанимации лежал. Поэтому едут какие-то новички, каких-то людей мы должны ещё досмотреть, как бы, готовимся в основном, ну, к третьему сезону, надо некоторых людей ещё там отсмотреть. Кто-то едет, ну, арендованные люди едут в Казахстан, поэтому многих посмотрим и кого-то, может, оставим. Акоп? Сто процентную команду усилять надо, я тебе сразу сказал. Потому что, ну, без конкуренции команда будет деградировать просто. Таких броуков, у которых идут свои пертурбации, да, там, чистка, новые трансферы, мы можем их обыграть? Да любую команду обыграть можно, причём спокойно. Что там в этой команде такого есть? Почему мы их обыграть не сможем? Спокойно сможем. Я видел, в этом сезоне, в котором мы играли, ни одна команда, ну, кроме, если РФС не брать, с нами играла на равных. Особенно последние игры, когда мы играли, вот последние 2-3 игры, когда мы играли боевым составом, все видели, все сами удивились, типа, о, файт найс, типа, так играть, типа, вообще никто не ждал. Ну, мы вообще лидером не проиграли, я считаю. Арсен, ты помнишь матч против СД? Да. Ну, ты Айбола закрыл тогда. Ну, я тебе скажу, вот эти, кто бомбардир, они шли там, вот, на МФЛ-2, получается, бомбардирской гонке, они нам никто не забили. С нами никто не проявил себя, верно. И вот тот же Кутуз, там, Гауча. Кутуз, Овечкин, Трегулов, Айбол, они, в принципе, ничего не показали против нашей команды. Да, тут про игру с Готцами я вообще молчу, как бы, мы не должны были эту игру отпускать, но, там, такое стечение обстоятельств. Какое? Ну, и, да, интересное такое, с дурацкой прической. Нет, прошу, давайте его не задевать, у близкого. Нет, подожди, ты про автоголы конкретно говоришь, или в целом про те события, которые были до начала матча. Да, про матч. Про сам матч. Конечно. Конечно, где должно быть на человеке больше акцента, но, как бы, на него рассчитывали, что человек сыграет нормально, ему его предупредили, что будет много времени играть. Зачем-то пришел, многим начал хвастаться, что он будет нарушать, ну, как бы, нарушал режим. Такой, какой-то обычный. У нас есть просто в команде люди, которые адекватные, мы потом предъявили и сказали, блин, как бы, окей, гол голом там свои ворота, ну, окей, ну, настолько, как бы, нарушать режим, когда ты, там, приходишь в 11 утра, а потом только ложишься спать и, там, спишь 2 часа и едешь на футбольный матч, поэтому, как бы, это ненормальные отношения и к команде, как бы, и к футболу. И, понятно, может, там, по футбольным меркам, там, если ты так хреново относишься к футболу, значит, тебя где-то будет не везти. И вот, ну, я думаю, что вот это стечение обстоятельств, где он пропустил гол, ну, в свои ворот забил, это вот какой-то там футбольный бог, где такой, да, ему где-то вот так вот сказалось. К футболистам вопрос, потому что они всё равно в этом коллективе, они играют, вы на поле взаимодействовали, потому что Багдасар уже экс-игр. Давайте как Волан де Морда не произносить его. Подожди, подожди, не влезай. Мне показалось со стороны, что был виден натяг в отношениях. Он реально был? Или вы как-то старались немножко сглаживать его? Именно в футбольных его качествах касаемо. Я сейчас больше про межличностные говорю. Ну, блин, ну, понятное дело, ну, был, да. Это, ну, типа, и он об этом знал, это сто процентов, это все чувствовали и видели в команде. Ну, просто тут, понимаешь, я не хочу, ну, типа, его сейчас нет тут, я не хочу говорить, ну, какие-то такие вещи. Арсен сейчас скажет. Не, просто, знаешь, в футбольном плане, вот, он нас подвел, да, можно сказать, конкретно в этом матче, да, но на этом можно забить. А что касается вот человеческих, да, мужских каких-то качеств, ну, я не замечал за ним такого. Арсен, ты рад, что Багдасар больше не в команде? Нет, спасибо. Твой-то вопрос провокационный. Говорю, как есть. Багдасар, ну, знаешь, как, у него был там шанс и остаться, и уйти, там, потом уже после беседы с руководством Багдасара в команде уже нету, ну, значит, это лучше для команды будет. Дима, с точки зрения правильного, здорового менеджмента, Арсен говорит, была возможность у Багдасара остаться, да, то есть, что он должен был тогда сказать, как он должен был себя продать и подать, чтобы ты, Камил, Шарип сказали, ладно, Бага, вот тебе шанс. Ну, мы ему это сказали. Мы с ним стояли, общались, вот это перед Новым годом, но чуть он потом начал вести себя как обиженный, непонятно, там, и на меня, и на Камила, где должен, ну, как бы, после нашего разговора я, как бы, понял, что дальше он не останется. Мил Япрос сказал, что всё, как бы, вопрос закрыт, предложение снято. Тогда у меня возникает вопрос, а кто его позвал и зачем его позвали? Позвал его я. Позвал его я. А теневой агенток говорил, что не нужно. Позвал его я, считаю, что он провёл хороший сезон в реалити, но адекватно, потому что на позиции крайнего защитника, я считаю, что, ну, он второй, ну, первый сезон в МФЛ, который был, он прям хорошо провёл. Никто с этим не поспорит, он, ну, и в медийном плане, но, ну, как бы, он... Так он же не играл в первом сезоне особо. Почему? Он в реалити играл, он забивал даже. Не-не-не, в реалити... Плач, я не там смотрел. Да, не-не-не, он, может, в других каких-то лигах там не играл, а в МФЛ-е-то он играл нормально. А почему Фарид говорит, что он тебя отговаривал? Фарид? Да, я говорил, потому что, ну, я встречался с ним ранее там в других лигах, видел, какой он на самом деле игрок. Не будем говорить как человек, но какой он игрок, я знал. Ну, в общем, он нам не нужен был для такой команды, как Fight Nights, он не нужен был. Дима, я правильно сказал, да? Fight Nights. Фар, правда, говорят, что с Райзеном хочешь подраться? Да. Зачем тебе это? Чёрный хайп! Я пришёл для этого дела. Кто-нибудь поддержит меня? Спасибо. В заработке есть этот бой или как? Так, а почему именно он? Ну, почему именно он? Да он много болтает на самом деле. Просто Райзен сказал, драться не будет, он из-за этого сейчас. Провокаций много, ну, знаешь, на бровке бывает вот этот, вкидывает, да, базару нет, он молодец. Но чуть-чуть я хочу его у тебя остепенить. На бровке я буду главный. Ну, то есть, если бы в нашу сторону он не будет, я думаю, такого делать, потому что он понимает, какая у нас команда. Тут элементарно, у нас есть кувалда в команде. То есть, что там будет, бог знает. Я в Казахстане это сделаю очень красиво на пресс-конференции. Дим, я думаю, ты за такие истории, да? Ну, почему бы и нет. И за такие истории у нас есть момент, то, что мы планируем сейчас бой одному из медийных футболистов сделать в клетке Fight Night. Он даже, могу больше сказать, он из Amkala. И Хэви планируем сделать ему либо бой с игроком из Tudoros. И этого человека я звал в команду. Он просто сейчас не в Москве. О ком он говорит? Ну, я безумно. Никто не знает. Но сам Amkala, походу, догадывается кто-то. Ну-ка. Это можно озвучивать? Ну, конечно, можно. Гасилин, я думаю. Может быть, да. Да, это Гасилин. Дима как бы и закинул удочку, да? И в конце, может быть. Я сейчас обманул, а то шоу. Да, и мы с ним сейчас общаемся. Он хочет бой в клетке Fight Night. А с кем он? Он говорит, мне без разницы. Алексей Гасилин. Да. Я думал, у него уже есть. А из Tudoros второй? Ну, давай. А мы пока еще не знаем. У меня есть человек, с которым я общаюсь о трансфере из Tudoros. Их два. Ну, я не думаю, что они выйдут против него. Потому что у них весовая категория чуть разная. Но он прям хочет. Почему бы. До 17 килограмм с любым. А забудь, сколько дают. Я знаю, Дима был очень зол, когда мы сделали интервью с Тёмой Хачатаряном из Броков. Тём, у меня ненависть. Ну, неприязнь, окей. Нет, я с ним лично не знаком. Почему? Нет, просто я, честно скажу, интервью с ним не видел. Не знаю, оно неуместно, в принципе, это было. Со многими словами я не согласен выслушивать какое-то мнение субъективное от человека, от которого, в принципе, многие в медиафутболе плюются. Блин, да это можно просто со двора людей набрать и сказать. Они могут сказать, Tudoros говно, или там этот говно и так далее. Ну, какой-то критерий оценки от него, ну, блин, я не знаю. Я с ним лично не знаком, но мне как интервью не понравилось, и мнение вообще было неуместно. Даже касаемо просто... Он может, это субъективное мнение касаемо команды, медийности, выступления в лиге и так далее. С точки зрения вот этих там слова, там, я бы не пожал руку Камилу, вот это за какой-то гигиену, ну, блин, честно, не знаю, какой он там армянин, там, где он воспитывался и так далее, но не пожать руку человеку, тем более такому статному, образно говоря, там, как Камил, да любому человеку, тебе руку тянет. Ну, с точки зрения... Это этикета? С точки зрения этикета, ты когда тянешь руку человеку, это пока, ну, как по старым признакам, это значит, что у тебя за спиной ничего нет в этой руке, образно говоря, когда ты пожимаешь руку. Что не пожать руку какому-то человеку? Я не знаю, для меня странное отношение, в принципе, и человеческое, и тем более вот это он с точки зрения гигиены. Ещё бы в маске бы сидел, в перчатках. Он, по-моему, сидел, у него там в кармане сзади планеты, когда он вставал, я это видел. Я говорю, у меня каких-то личностей проблем-то нет, но мне вот это больше всего не понравилось. Ну, это хороший бой был бы на самом деле. Да вообще, за милую душу, я готов бесплатно выйти. Давай, давай, зови, приглашай. Без проблем. Мне кажется, он не согласится. Смысл в том, что он не согласится. Тём, смотри, вот это Дима Шишков, Лорентина Первая с командой 1X Fight Night, он готов сразиться, весовая категория, Дим. Да любой, мне пофиг, я согнать смогу. Он согнать сможет, набрать сможет ещё легче, да? Ну, Рож, вот этот бой мне нравится. Бесплатно, он в этом выйти. Бесплатно. Это было бы круто на самом деле. А организация какая? Ну, Fight Night, конечно, я с 14-го года работаю, где я ещё подерусь? Вот такие понятия какие-то слишком современные, мне кажется, он более отошёл. Да, не, я с этим вообще не согласен, потому что это гигиена, не гигиена. Это херня полная, за это руку не подашь, можно нормально хватить на улице где-то. Он просто забыл, что мы в России. Он какую-то епионию, там, порхет, там, перечислял. На самом деле, мы в России, тут такого нету. А, у, э. Блин, я не знаю, вот, мне не понравилось просто то, что он на таких умах сидел, ну, типа, качал даже за нашу команду. Мол, мы никому не интересны, мы варимся в собственном соку, блин. И знаешь, что самое главное, когда он попросил, когда он сказал ему, пожелай нашей команде, что-нибудь, он говорит, живите ею, варите в собственном соку, что-то такое. Типа одно и то же. Сперва он говорит, типа, вы варитесь в собственном соку, а потом, говорит, надо это и делать. Да это бред, я же и говорю, вот, на таких, ну, умных шахт. То есть, он сперва это, ему это не понравилось, он, говорит, типа, ну, как бы дал совет, как двигаться, чтобы о нас говорили больше, а потом он пожелал то же самое, что мы и делаем. Амир, спасибо, Батя, мы тебя слушаем. Я не знаю, стоит ли прислушиваться к его советам, да, но то, что, ну, мы зашли, по факту, да, вот только наш первый сезон, мы вот сейчас сколько выпускаем роликов, блин, если просто зайти на канал, там просто один за одним идет. Во-вторых, ну, тоже, как уже пацаны сказали, да, про вот эти понятия общепринятые, там, про руку не пожать. В-третьих, там, он про меня что-то говорил. Ну, на самом деле меня это, ну, типа, не задело, да, ну, критика или его видение, как меня могут задеть, но просто он говорил вообще не по факту вещи. Он говорил про то, что он меня, ну, типа, я к ним пришел, и по итогу, типа, они приняли решение меня не оставлять. По факту было совсем все иначе, и вот только единственный мне момент вот это не понравился, то, что, ну, он немного как-то приукрасил ситуацию, выставив себя так, как будто он принял какое-то решение, чтобы не оставлять меня. Сейчас во мне нет такой вальяженности, там, каких-то пяток, не пяток, ну, сами видели, ну, типа, нет такого. Тогда, может, я был помоложе, и мне как бы, он меня когда звал, мне было, на самом деле, все равно. Типа, я не хотел оставаться в этой команде. Может, вот это внутреннее у меня играло, что я, типа, по-любому тут не останусь, я как-то позволял себе, типа, играться. Арсен, ты помнишь, Батяя по игровому прошлому, вы пересекались? Ну, да, мы одного года. Ну, по детской школе в основном пересекались. И что, как Батяя был тогда? Да он всегда хорош был, я всегда говорил, он сейчас хорош, я не знаю, там, но это, у Хачатуряна, свое мнение по футболу, там, у меня свое. Батяя, Дим, согласны с мнением Арсена, я знаю, что он его озвучивал в коллективе, что после определенного момента, когда пошли поражения, нужно было играть не за зарплату, а за премиальные. И почему руководство не послушало Арсена? Так у тебя такой совет был? Совет был? Я даже не слушал. Мы что-то не знаем. Я помню этого. Да, я не помню этого. В смысле, ты имеешь в виду, что большая часть команды довольствовалась тем, что у них есть зарплата, им было абсолютно все равно, типа, на исходы играть. Арсен, объясни, что ты имел в виду тогда? Ну, потому что, как самоотдача на тренировках, на играх, но я этого не видел. То есть, многих людей в команде. Я так понимаю, что окладная же система, да? Оклад, да, почти все, наверное, сидят, я не знаю. А в большей степени точно. А оклад убрать и играть за премиальные, и будет больше мотивации, как говорит Арсен, но его не послушали. Я не знаю, муж на кого-то действует в таких условиях, типа, я не знаю, у меня бы было все равно. Ну, тут просто даже, я бы не сказал бы, что это прям хорошо, потому что даже касаемо там Арсена, Батяя, там, Амира, тот же Аба, который у нас есть в команде, ну, они полностью отдавались игре там. Я не буду говорить про других, кого-то перечислять, кто там тоже отдавался. Также играли в кость-в-кость, в отборе не уступали, там, отдавались полностью. Ну, вот так вот, как бы. У нас чуть были там проблемы с нападением, потому что адекватно у нас потом нападающего нехватка была, потому что наш основной нападающий, Вели, он из-за… Когда произошла там определенная ситуация, ему пришлось уехать, и поэтому мы довольствовались тем, что и Марифа у нас не было в нападении, и Вели не было в нападении. Весь акцент был там на Камиле Шарипе, но мы поняли, что уровень игры намного выше, и вот в нападении у нас просто не хватало такого заменого нападающего там, поэтому вот так вот. Уровень игры выше, а их ниже, получается, или как? Ну, уровень… Хороший вопрос. Просто уровень лиги высокий был, поэтому нам нужен был какой-нибудь нападающий, о котором я вначале говорил то, что он должен был прийти на спорте, и он решил эту проблему. Ну, там, мы с Кириллом договорились о том, что он придет, но Алексею, он был не нужен нашему тренеру, поэтому трансфер не состоялся. Бирюков, что ли? Нет. И Бирюк тоже. Ну, их предлагали, да, вот я слышал. Нет, с Кириллом Бирюковым мы тоже… Дубников, да, ты о нем говоришь? Да, о Дубникове. Дубников, то есть, да. Он когда еще был на спорте, но если говорить о каких-то трансферах, которые у нас должны были быть, я и с Ладо общался, и с Бирюковым общался, и с Дубниковым общался, которые, в принципе, могли бы усилить. И Никиту Демина, который мне лично нравился как человек, это защитник денег, он со статуса меди. Нам тяжело было играть, потому что у нас медийный, мы играли именно медийный футбол, то есть, мы побили рекорды, как изначально вы говорили, и у нас мало медийных футболистов было, вот в чем проблема. Но мы при этом все равно хороший результат, я считаю, что мы показали для первого сезона, для нас первого сезона. Самая главная проблема – это то, что проблема со статусами была, потому что многим статусы не дали. Я, честно, я в душе не понимаю, почему Дима Картава не дал Арсену статус меди. Ага, мне уже дал, мы договорились. Просто, да, я думаю, блин, Скоропупов получил, Амир из Рома получил, они не сильно ведут свои инстаграмы, они не сильно в медийном плане развиваются, но не дать лучшему защитнику в той же лиге, в принципе, при том, что он еще номинировался на лучшего игрока, блин, я не знаю. Потому что у нас там есть ЛФЛ-чики, например, Рома, сказать, что он как профи, да нет, просто ЛФЛ-вышка, и все, что такое, это обычный парень. А есть, которые прям профики, которые с огромной карьерой приходят, они, да, но они медиа сразу же. Вы правда играли в ЛИЖСу премиальные? То есть без оклада? Нет, в смысле, я наоборот, ну, типа, я бы не был за такой идеей. Потому что, типа, если бы мне сказали, у тебя не будет оклада, ну, вот тебе там, условно, 50 тысяч за игру, я бы не стал играть, типа, еще лучше, еще жестче, или как-то, не знаю, ну, типа, моя игра, ну, всегда я так играю. Ну, я так думаю. Браво, может, похоже. Ну, это мнение, это мнение. Нет, ты же, когда на поле бегаешь, ты же не думаешь, вот, типа, сейчас вот голд забьем, потерпим чуть-чуть, удерживаем результат, и деньги, типа, капнут на счет, ты же, ну, когда ты на поле, ты, мне кажется, забываешь. Нет, просто, наверное, Коп другое имел в виду, для некоторых ребят именно это сделать. Для некоторых, да, если для некоторых, то да, я думаю, что хорошая ситуация была. Аклап, что ты молчишь, заварил эту кашу, выгребай. Да, заварил эту кашу и молчишь. Ну, эту тему отсекли уже, все. Ты звонил к Артаву. Да. Не склоняйся к нему фамилии. А что ты ему говорил, а про кого ты говорил, какие у тебя доводы были, чтобы пацаны... У меня были несколько игроков, когда, ну, там, в КДК, это про Ботяя, Акопа, Гига, то есть я про них писал, что, типа, ну, как можно, ну, вообще, в основном я воевал за Акопа, то есть ему не давали, я там говорил, типа, ну, братан, я говорю, ну, как можно, ну, мы с ним хорошо общаемся, я говорю, ну, как можно не дать человек медий, если он встал, я говорю, перечислял ребят, которых мы уже ранее перечисляли, просто так брали, отдавали, за что, типа, за бренда, то есть, типа, перейдет, образно говоря, в Тудроц, либо в Амкал, им, бах, сразу дают медийку. Вот про Бирюкова и Дубникова, нам предлагали их, как за профика, чтобы вы понимали, поняли, да, смысл? И мы их за этого не взяли, потому что у нас перебор профиков было, и Алексей Николаевич их за этого не взял. Раз они попали в Тудроц и в Амкал, все, медийные. Да, я тебе больше скажу, да, автоматом профики. Медийные автоматы. Вот, то есть, медийные, да, спасибо, мой сведущий. Батяй, вот мне Шама говорил, когда мы с ним записывали подкаст, и Фил был моим сведущим слэш-гостем, он говорил, вот, Акопа, Гигу, Батяя, Абу забрал бы. Ты бы рассмотрел бы, и на что бы ты смотрел бы? Правильно сейчас ответить, пожалуйста. Не, вот я без лукасства реально говорю, но это вряд ли. Ну, вряд ли бы я рассматривал это приложение конкретно сейчас, потому что у меня в этой команде сейчас, ну, Fight Nights, у меня абсолютно все устраивает, особенно, ну, коллектив. Арсен? В данный момент нет. Вообще никакого предложения не рассматриваешь? Нет. В данный момент нет какой, тем более, в второй лиге нет. У пацанов вообще желание, мне кажется, отбилось играть в большой футбол, да? Большой футбол, в медийной. Вторая лига и большой футбол, чуть разные вещи. Так, Анар, не подготовился, что ли? А, в большой футбол? Большой футбол. Да, я-то думал, в медийную команду, нет, из-за такого-то, нет, мы можем на просмотр, у меня есть договоренности, там, я могу из команды хороших игроков привезти, например, в команду на просмотр. ФНЛ. ФНЛ. Отвезти. Я вот как раз с Арсен разговаривал, но он говорит, у меня нет желания. Там, с Батяем еще не говорил, но... Но поговори с тобой попозже. Да, потому что есть возможность на хорошем. С Флотодором пообщаетесь, знаете, где-то. Нет. Вы на тебя очень сильно рассчитывали. Нет, на вас подрезали. Нет, с Флотодором подрезали. Нет, сразу забрали. С Флотодором подрезали. Да я шучу, шучу, я сучу. Катя, нужно брать. Камил озвучивал бюджет команды, 15-20 миллионов, да, это много-мало. Сколько? 15-20 миллионов. Ага, 15, ага, 20. Много-мало, как и ждать. Я даже не знаю, у кого какой бюджет... Дима, ты больше знаешь, ты больше осведомлен в этом вопросе. Из тех затрат, что есть? Ну, это два... Я не помню просто, Камил, за какой временной промежуток. Он говорил, мы снимали подкаст в конце октября, то есть, когда команда появилась. Ну, к тому моменту, который... Да, да, да. Ну, тоже нужно понимать, что у нас, помимо того, что есть какие-то стандартные моменты с подготовкой, там, да, у нас там есть технический партнёр, который нам помогал, очень хорошо нам джоггель нас полностью всю команду одел. Вот. Но у нас также были и то, что не принято, например, в медийном футболе. У нас была поездка в Астрахань, мы всей командой ездили. Вот. Сначала выиграли. Это, я считаю, что... Это легендарный трип был, который хорошо сплотил команду, мы хорошо там поиграли, хорошо проверили время, поэтому... И потом он не чувствует дрот, я говорю, сплотчаться надо почаще. Да, это было за два дня. Потом, да, мы при этом съездили туда, прилетели, у нас там, по-моему, либо на следующий день была игра, да? Через два дня. Через день, да. Мы хорошую игру с чемпионами, по факту, сыграли. Двухкратными чемпионами. Да, с двукратными чемпионами, при том, что чуть если бы Кравченко убежал, он бы на последней минуте ещё мог забить, и мы бы... То есть, как бы мы могли стать чемпионами, да? Да, чуть если бы он убежал там один на один, я думаю, что Крава бы забил, и там вообще вопросы объясняли. А он до сих пор бежит. Да, хоть и слых, что он до сих пор бежит. Вот так вот, типа, сплотчаться нужно почаще, чтобы, ну, так, мы с чемпионами сыграли, ну, там, в ничью, но мы им не проиграли, это уже хорошо. А если бы один день бы вот потренировались, мы бы не сыграли бы лучше? Что вы думаете? Это другое, это разные вещи. Нет? Да не встреваю оттуда. Ладно, я понял. Ну, ты просто не поехал, ты просто не был в основном. Ну, он женился в этот момент, ему не до этого было. Ну, и хорошо, что ты понимал. Я считаю, что это была полезная поездка, то, что у нас есть какие-то моменты там, тимбилдинговые такие, которые мы там и поездили. Это всё шикарно, рестораны, бани, это всё нужно, но если взять турнирную таблицу по, там, деньгам, по финансам, команда Fight Nights, она где? У нас небольшой бюджет, учитывая, что я знаю бюджеты других команд, поэтому не скажу, что у нас какой-то большой бюджет и раздутый, например, как был, например, там, в первом сезоне у нас в Порте, например. Я считаю, что у них большой бюджет был и сильно раздут был, а у нас нет, у нас этот сезон, он такой. Стартовый, поэтому мы будем, у нас там наши партнёры хотели, как я понимаю, в долгую с нами, но сейчас мы первый год посмотрим, что да как, потом, я думаю, будем разговаривать уже чуть больше денег. То есть это где-то середина, да? Финансовая, я имею в виду. Я, честно, не знаю, просто касаемо бюджета, ну, там, наших парней, ну, и учитывая, я знаю, что они, наверное, там это госбюджет, вот, поэтому не знаю, я думаю, где-то середина, да. А по зарплатам? По зарплатам, по зарплатам я не знаю, честно. Учитывая, что там у всех по-разному, там кому-то просто за приезд платят, у кого-то окладные, кто-то там платит за тренировки только без оклада, просто посещение тренировок, образно говоря, посетил тренировку, там, 10 тренировок в месяц, тебе вот такая сумма набежала. Ты бы какую систему хотел бы? Или все тебя устраивает? Такая же, как у нас, да. Вот. Такая, как у нас, мне кажется, оптимальная. Арсен, ты в вашем футболе, там, где-то, где-то поиграл, где самые лучшие условия были у тебя? Не финансовые, именно с точки зрения быта? В Арарате, в Армении. Что там такого было? Я тебе говорил, коллектив в первую очередь. Ну, а с точки зрения именно вот бытовых каких-то моментов коллектив, понятно? Условия тренировочные хорошие были, очень даже. Поля, я не знаю, здесь в России. А чем тебе в играли? На МТБ играли, ну, там поле хуже по мне даже, чем... Хуже? Чем на Роздане? Не Роздане. Нет, на Академии Аван, тренировочная где, поля. Там лучше поле было. Ну, на финале, потому что у тебя трава вся из-под ног вылетала, все там. Ну, поле такое жидкое было. Дима, ты когда «Финал» смотрел «Basement to Dros», ты за Арсеном пристально следил, или тогда еще не было ни лечо, ни мысли, ни там... А я, по-моему, уже ему писал. Писал. Да, я просто не знал, что он на Инстаграм не видел. Я там, блин, я уже, не, еще до создания команды я как бы с Николаем Осиповым разговаривал, я ему адекватно уже, ну, я вначале сразу сказал, что вот я хочу Арсена привезти, я хочу Карпа привезти. Это еще тогда было, вот до начала какой-то формирования какой-то команды. Ну, она как бы была сформирована, но вот Арсена еще не было тогда. Ну, мы привели Фельцова, Сашу, и как бы поняли, что вратарь номер один у нас есть, а мне как бы было жалко тогда звать Вадима, поэтому, понимая, что он и в бейсменте немного времени получал, ну, мы уже тогда с ним общались, и он как бы говорит, я готов бороться за номер один и так далее. Вот сейчас мы его привлекли. А это правда, что Фара Осипову звонил в 8 часов утра в какой-то из дней? Когда только, да. Когда я поговорил в 10 часов вечера с Шарипом, предложил насчет Fight Nights, идею, вот мы с Амиром были в торговом центре, сидели, и он мне говорит, да, хорошо, узнай информацию. И я не мог просто... Не, у меня просто Московск, ТЦ работает до 11. Так вот, и я с Шарипом пообщался, и не мог вообще просто спать не мог, он говорит, все, окей, узнай такую-такую-такую-то информацию, и я просто всю ночь спать не мог просто, я ждал, 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 и просто в моменте просто нашел номер и набрал. Ну, короче, богатые люди же не спят же, помню, по утрам у них там пробежка, бей, кроссфит, айлы. Плохо ты в кадр не попадаешь, вот что. Не, брат, там скрытая камера меня снимает. Да, слава богу, а так да. Короче, благодаря Фариду команда Five Nights попала в медиалигу. У меня есть одна история про Батяя, ты же в 15-16 году был в Анжи на просмотре, у меня есть шикарная история про Батяя, я сейчас расскажу начало, он продолжит. Батяя приехал на тренировочный сбор, я не знаю, это, по-моему, где-то в Каспийске было, но это было в России. А, когда ты плавал? В бассейне, знаешь, что история... Ты хоть откуда знаешь? Врач, короче, решил организовать тоже тимбилдинг, 5 человек, один из них Батяя, второй Миша Решетняк, и он ему говорит, давайте там какие-то там деньги, да, я вам предлагаю погружение, кто дольше... Просто на интерес, и то вебески. Я знаю эту ситуацию. И он мне говорит, ну, человек, который мне рассказывает, говорит, там был Батяя, Миша Решетняк, и на погружение, кто дольше всех там в воде продержится, тут и получает. А дальше рассказывай, как было. Ты выиграл, брат. Нет, короче, там были еще пацаны Соснова, я еще, ну, в то время тоже уже молодой еще был. Я думаю, блин, вот им я сто процентов, типа, не проиграю. А я, ну, по детству там плавание, не плавание, ну, любил эту тему. И за это у тебя же плечи шоки, да? И мы погружаемся, я слышу из-под воды, типа, там, минута, полторы проходит, слышу, две прошло. Два тридцать, я еще слышал нормально, хорошо слышал. И понял, мне никто ничего не говорит, типа, ты уже выиграл. Я думал, блин, кто-то еще в воде есть, я говорю, отсюда не вылезу. Три минуты слышу, уже так, знаешь, чуть-чуть, вот, плоховато уже было слышно. Три минуты слышу, и все. А, нет, потом я вроде как услышал, три тридцать, вот это я не помню. Но на три тридцать... Тебя вода на удушающуюся, вся история будет, типа, когда вода на удушающуюся. Три минуты слышу. Три тридцать, это был финал, потому что на три тридцать я просто открываю свои глаза, у меня вот здесь пальцы во рту чьи-то там. Пальцы в рот, мой язык вытаскивает, и я вот такой смотрю, типа, чувствую, нормально все, что ты мне пальцы в рот сверху. Тебе вода вулки, да? Оказывается, я просто, да, у меня не сработал этот. Походу явно на бабки в сбору был. Я ушел вниз. У нас самая ха-ха, да, что это не на бабки даже был. Убивался просто. Какой шутняк, какой шутняк. А Миша я не помню, он говорил потом мне, что он на две минуты где-то вылез. В итоге я один был, просто они его по приколу дали мне. Ну ты рекорд-нинса побил? Рекорд-нинс. Ты доктора потом напихал? Зачем высунул, да? Зачем высунул? Зачем высунул пораньше. Да, было и такое. Говорят, инстинкт хорошая штука, если честно. Арсен, у тебя были такие трешовые, тимбилдинговые истории? Не. Такой треш лучше не говоришь. Такого не было. Блин, а как эта игра называется, которая, знаете, там ставить стаканы, нужно попасть, попадаешь, пьют. Бирпол, это любимая игра. Мы заговорили про нападение, про Камилу, про Шарипа, у них рост виден, вы как футболисты это видите, по футбольному давайте разберем. Ну что, молчите, давай. Да, я же тебе говорил, на последней тренировке Шарип прибавил сильно. Поток научите, да? Не, я ждал батяги, когда скажут. Да, Шарип прибавил сильно, три гола забил на последней тренировке, рост виден, не знаю, там на празднике может он тренировался или что-то. Тебе против Камилы, против Шарипа тяжело играть? Ну, бывают же, наверное, какие-то двухсторонки, да, когда Камилу... Я играл, да, неудобно, честно. Вот так вот, ну смотришь, когда человек футболом не занимается, многие моменты. Ты вроде по футбольному идешь читать влево, там он вправо взмет уйдет. Они нечитаемые, да. Такие они, может, что угодно, вот что в голову придет, он может сделать. Вот у Камила сильная футбольная черта какая? Ну, какое качество? Ну, он такой, боится тоже на поле, всегда до конца. Он корпус хорошо ставит, честно говоря. Он тоже не жалет себя, он тоже в кость пойдет, то есть даже у нас... Работоспособный. Да, да. Он всегда выжимает до конца. Даже если видно, что он там где-то не успевает, он всегда бежит до конца. Шарип. Шарип, ну, плюс-минус, мне кажется, они такие... На втором этаже хорошие. Да. Он много у тебя выиграл? А мы друг против друга не играем. Мы в нападении, трезубец у нас. Анар, это как Гриш и Бензима в реале. Понял, и девятый, и седьмой номер. Все, Дим, Норик придет. Спасибо. С Нориком встреча у нас 19 числа. Это секрет? Что? Секрет, трансфер какие-то там у тебя другие, Гриш? Да нет. Да. Нет, то, что уже есть, как бы не секрет. То, что будет, пока секрет. Павличенко будет? Рому ждем. Блин, ну, может, нет? Нет, не ждем. Вырежем, не ждем. Влад Павличенко, да? Он у нас. Нет. Ждем из Сочи, я имею в виду. Влад приедет. Да, да, да. Ну, это же известная история. Многие же об этом говорят, что Павличенко, Fight Night, учитывая фактор Влада, да. Да. Ну, почему бы нет? Если будет два Павличенко, хорошая история. Медийная. Ну, Влад, нет, не Медийная. Ну, как бы Влад. Нет, я имею в виду фамилия Павличенко. Да. При том, что, видишь, профессионалы, они все сразу Мединами становятся. Поэтому, учитывая, я видел, как наши парни, у них там весь список, когда я видел протокол игры, у них там каждый профик – это Медин, при том, что я даже не знаю, там, Янбаев вообще, там, Янбаев, там, Шишкин вообще ведут свои Инстаграмы. Насколько сильно… Да, люди в сборной играли из-за этого. Да, они просто, да, вот из-за того, что они профики, им, конечно, легче. Я понимаю, что, может, на этот больше акцент сделать, чтобы легче было получить медийный статус. Рома повлечен к сложному говорить? Я не знаю. Ну, ты же общаешься, нет? Нет. Пока не. Мы пока до Казахстана не общаемся. Пока вот как бы понятно, что он не полетит. У нас был разговор по другому нападающему из бывшего сборной России, у него и не было в медийном футболе. У него такая популярная фамилия, у него есть два брата, которые играли в Томске. У меня? Нет. Вообще непонятно. Да, вообще непонятно. После этой подсказки. По другому человеку, ну, будет. Ещё планируется большой трансфер, который Камил сказал, что придут два человека. Нет, ну, этот трансфер мы все, кто сидит в этой комнате, понимаем, да? Да, но не будем его озвучивать. Да, нет, нет. А по поводу погребника там что? Он уезжал, он просто в тот момент, как я помню, он просто уехал. Он отдыхал перед началом сезона. Поэтому не получилось. Так, пожалуйста, потише, молодые люди. Поэтому он уехал отдыхать, он надолго... По разным сторонам надо этих чёрных рассадить чуть-чуть. Ну, там просто был момент, когда у него, по-моему, Мария Погребняк у него команду создавала с Бузовой, что ли, планировал создать команду. Вот Арсений... У нас знакомые создавали это тоже, были там, участвовали в этом. Да, и как бы я думал, что Погребняк туда уйдёт. Поэтому мы как бы не договорились. А так, есть трансферы, которые есть на данный момент. У нас не сильно много арендованных едут в Казахстан, но трансферы есть. А по Трегулову я же читал, или кто-то мне ещё говорил, наверное, это тоже было в публичном поле, да? Ну да, Трегулов уже написали, что мы с ним разговаривали, это я вышел на него. Он как бы вышел, я с ним начал говорить, он сказал, что ему интересно вообще, как бы, окей, выслушаю, мы с ним... Он мне дал номер, мы созвонились, поговорили, я ему сделал предложение, он... Хорошая формулировка, извини, я на фару посмотрел, сделал предложение, что-то у меня нет ассоциаций. Вот, сделал предложение, сказал, что он нам интересен, и даже позвал его в Казахстан. Он как бы... По нему было понятно, что он заинтересован. Но я понимаю, что он сказал, дай мне день там подумать, и я как понимаю, что он со Стасом, с Таносом общался, и Станос, наверное, ему сказал, что нет, ты мне нужен, и как бы мы вообще без проблем, он сказал. Он говорит, я, Дима, извини, я не смогу перейти. Я сказал, ну окей, вообще без проблем. Ну, Ника Джуниор тут недавно срезонировал по поводу жеребьёвки, по поводу Казахстана. Для начала вопрос для футболистов. Вот жеребьёвка, которая была анонсирована на Буш-Халифе, точнее, внутри Буш-Халифа, она прошла на фоне. Километров 27. Вас это пугает? Я уже видно было. Организации. Вас это пугает, что там, может быть, будет не так круто. Что-то несерьёзное, типа? Ну, что-то такое, да. Мне кажется, знаешь, что, может, они вот на этом сэкономили, а вложили всё в турнир, и всё будет бомба. Нет, не знаю. Да нет, турнир хороший будет, я в этом уверен. А в то, что подогрели шарики, то, что ОСД хотели сыграть с Тудроудс, да, всё как это, то есть, там, себе легко, и здесь так. То есть, то, о чём Нико говорил, нет? Вы это не верите в эти? Да нет, фигня-то. Да нет. Мне кажется, это наоборот даже правильно, что такой матч будет, и что такая группа у них. Так, и они вам шарики потасовали, я просто не пойму. Как в одной корзине казахские команды же во второй с Россией, как я знаю. Нет, просто я знаю, с Нико мы разговаривали. Касаемо вот этого момента с Бурш-Халифой, он, ну, как бы, я даже сказал, что у них там чуть, им не разрешили снимать там. Там тяжело с ним. Да, им как бы не… Но тут тоже момент, и не скажу, что они где-то сэкономили, так как они приехали большой командой, я не думаю, что они где-то сэкономили. Просто, я думаю, где-то недоорганизованность была, потому что ехать туда и не знаешь, что там нельзя снимать. Не взять меня. Да, и не взять Арсена, который бы там шарики вытаскивал. Да, вот тут этот момент. А касаемо Нико, говорил, что жеребьёвка, он думал, что в записи это всё было. Как бы запущено с премьерой в Ютьюбе, но это всё в записи было. И как бы там можно уже на записи, можно потусовать любую группу себе. Я считаю, что наоборот, тудроцы попали… И это матч-открытие же будет у них, поэтому как бы совпало так. Ну, хороший матч. Пусть мы надеемся, чтобы много народу будет и хорошая организация. Учитывая, что я с Дидаром общаюсь и вижу, как там и охрана организована нам, ну, как бы каждой команде дают ЧОП, который будет охранять ЧОП, да, вот, и всю команду, как бы я по охране и по организации, они нам скидывают сейчас в записи. И нам зачем охрана? Поэтому вообще проблем нет. Я тут заглянул в список фамилий, которые так или иначе были связаны с нами. Фарид здесь, и Дима здесь, и, может быть, Акоп мне поможет, и Фарид уже понимает, о ком я говорю. По поводу Арби, был разговор? Что там за сломанный телефон возник между тобой, Арби и Фаридом? Да, это я… Больная тема моя, если честно. Да, это вообще больная тема. Фарид предлагал, он у нас такой агент, который привёл очень многих, ну, не многих, которые, но он привёл Батяя, он привёл Эль Матадора, Амира, он привёл Абу, кого ты ещё привёл? Гига, Гига Алхаз. Ну, Алхаз, да, вот Алхаза. Ну, Гига, Гига, вот. У меня другой агент. Нет, вот поэтому… Ну, Барби что, Барби, что в итоге там, почему? Да, я честно не знаю. Он, смотри, мы просто как бы… Фарид мне его предлагал, я сказал, ну, мне интересно, ну, я же не дурак, я как бы и следил за игрой Арби, мне его игра нравилась, но я понимал, что в первую очередь тренерский штаб и Камил видят первым номером Фельцова. и как бы звать человека формально на второй номер с таким статусом, ну, как бы… Ну, Фарид мне говорит, надо, давай позовём, я говорю, окей. А потом он уехал, по-моему, в Чечню или куда он уехал в тот момент. Он куда-то уехал, когда трансфер на окно был, он уехал. Ну, и так получилось, что я тоже уехал, мы не смогли состыковаться. Да, у него свадьба была, и вот так вот всё сошлось, что… Ну, потом он, да, он набрал, сказал, что я в Москве, готов прийти на тренировку, и меня не было, и я опять связался с Димой, ну, там чуть-чуть недопонимание вышло. Ну, то есть конкретика-то будет, придёт он на тренировку или нет? Да, на тренировку, конечно, он придёт, мы сейчас вот с Казахстаном приедем, он придёт на тренировку, там штаб, Дима там уже пообщаются, потренируются. У меня, кстати, есть информация, что ещё Ярош на тренировку должен прийти. Кто? Ярош. Ещё раз. Ярош. А? А? Понял. Ну, да, это… Кто такую информацию говорит? Ну, да. Те же самые люди, кто мне про ботя и про бассейн рассказал. Вот, а так, да, вот один из людей из тудротцев, с которыми я общаюсь, оказался очень хорошим парнем, Саш. Вот, мы с ним списались, пообщались, я понимаю, что у него там свои нюансы в тудроте. Мы должны были с ним встретиться, у него там сорвалось из-за семейных обстоятельств, он там, у него какой-то праздник что-ли был, он не пришёл на тренировку, мы с ним должны были пообщаться. Посмотрим. Я его хотел ещё и в Казахстан забрать, но я понимаю, что уже не получится, наверное, ещё не знаю точно. Поэтому после Казахстана будем с ним общаться дальше. Батяй, у тебя какие вообще планы на медиалигу? То есть сейчас ты играешь в Fight Night, первый сезон ты играл, второй вот будет сейчас, до этого будет МФЛ, возможно, летом ещё будет МКС. У тебя есть задача, условно, перейти в тудрот или в Амкал? Или как? И Арсен, к тебе тоже такой же вопрос, потому что ты был в бейсмент, серебряный призёр первого МФЛ. Сейчас ты Fight Night, как ты видишь вообще свою карьеру? Надолго ли вы тут? Да, стопроцентно надолго. Потому что команда развивается, но она всё делает для этого, чтобы закрепиться на хороший срок, не знаю. Сколько вообще это будет существовать, там, медиалига или какие-то другие ещё турниры? Мне кажется, знаешь как, вот многие игроки, которые приходят в медиа, да, у них задача себя раскрутить настолько, чтобы по итогу попасть в какой-то тудротс, тот же, да, Амкал, Родина, там, ну. Что ты скажешь? А мне, мне хочется, на самом деле хочется, чтобы наша команда стала по уровню, типа, тудротс команды, знаешь, чтобы уже на нас равнялись и к нам все хотели. Потому что, ну, я бы не хотел терять, типа, такую связь, ну, с коллективом и так далее. Просто надо, чтобы мы сами качнулись, а не стремиться, там, уйти уже прокачанным. Ну, Акоп уже начал качаться, на самом деле. Ну, видишь, ты даже сам спрашиваешь, а люди, видишь, отвечают. Тут даже больше... В предложении часто отвечают? Ну, я считаю, ну, конечно, я уверен, потому что у многих больше человеческое такое отношение. Поддержка вор. Если хочешь сказать, что он... Не-не-не, я просто подогреваю. Я просто подогреваю. Давайте, да, Дима. Да, и касаемо просто то, что больше человеческие факторы, которые влияют на это. Не какой-то там, знаешь, кого-то там поманить деньгами и так далее. Тут как бы собрано очень хороший костяк, собраны хорошие мужики, которые, ну, как бы и команды нравятся, и я со своей точки зрения пытаюсь там и стараюсь все для них делать, как бы какие-то моменты там и так далее. Тебе респект, Дим. Тебе респект, безусловно. Спасибо. Не, ну... Арсен, вопрос. Арсен, как тебе работа тренерского штаба? Ну, смотри, как расценивать результат сезона тоже, как закончили. Результат сезона, тренировки, как все проходит, чтобы ты изменил, чтобы ты добавил. Ты же детским тренером работал, у тебя опыт есть в тренерском? Кем? Ну, жалко мне эти родители. Не, жалко эти родители. Они такие же вражеские будут. Я уже сказал, кого вообще не жалко. Давай, вырезаемся на вопрос. Да нет, ну, смотри, сейчас, мне кажется, в Казахстане я почему-то уверен, что с группы выйдем, и на следующий сезон на МФЛ результат у нас будет хороший. Не такой минимум, мы с группы выйдем. Потому что, ну, я знаю, кто будет в команде, и кто остается, там, условно, многие, там, я же не знаю, может, кого-то уберу, кто-то сам уйдет, какое-то предложение по-любому есть. На следующий сезон будет у нас хороший состав. Батяй, тренировки? Да, ну ты сильно устаешь или так? Тренировки, на самом деле, оставляют желать лучшего, как по мне. Нам, ну, типа, есть над чем работать, и есть где прибавлять. Где? Вообще, в плане футбола, конкретно в плане футбола. И вот ты спросил, да, Копа, нравится там ему тренерский штаб, не нравится. Мне кажется, в этом сезоне мы сделали достаточно ошибок, как и ребята, так и сами тренера. Если они сделали выводы какие-то, да, для себя, то может все измениться. Что не так в тренерском, точнее, в тренировочном процессе, что у тебя это навело на мысль, что-то изменить, поменять? В принципе, сама тренировка, мне кажется. Но это еще, по большей части, играло роль, что к нам то приходили пацаны, то уходили. Там непонятно, какое количество людей, да, на тренировке бывало. Ну и, в принципе, ну такие, из-за этого упражнения все были такие какие-то общие, знаешь. Мы не наигрывали конкретно там атаку, оборону там, то есть как бы на старом багаже играли, разве нет? Дим, почему так? Почему играть на старом багаже? Очень много футбола, как Армен, да, высказывался в репортаже Нико, а нету вот этих вот тактических каких-то проработок. Моделирование игры. Ну, моделирование игры, да. Почему нету? Я не в тренерском штате. Ну, ты же мне не имеешь. Ну, это, знаешь, просто многие команды, например, давно сформировались, им легче. У них есть как бы, они уже прошли какой-то путь. Мы собрались там, ну, адекватно вот именно хоть какое-то формирование. Не просто просмотровых людей, а именно где-то в августе, если не соврать. Да, ближе к концу мы уже сформировали какой-то косяк, с которым мы будем двигаться. Ну, при этом и сезон там начался в сентябре. Сконканная подготовка просто тоже. При этом, что даже те же бронки, которые быстро собирались, они там по порядку, там, пяти матчей вообще первых проиграли в нулину там конкретно. Поэтому с учётом того, что мы собрались, ну, понимаешь, все быстро, которые команды собираются, год, например, собрались. Они просто белорусов позвали, ну, им как бы удобно, потому что многие там с друг другом уже играли, многие сыграны, у них профессиональный бэкграунд. Как они получили там статус профи, они ушли от статуса профи, я не знаю. Ну, тот же брат Малькома, вот этот, который, этого, как его зовут? А, я понял. Он же профессиональный футбол, он тоже не занимался. Да, ну, он как бы, он не играл профессионально. Ну, из-за этого у него нет статуса. А у него там, я не знаю, там, 4 тысячи, что ли, подписчиков. Смотрите, никто лучше Артура Пронина мне на этот вопрос не ответил. Артур пришёл к нам на интервью. Тренеру не хватает яиц, тренер слишком мягкий. Ну, касаемо, если моделирование каких-то тактических установок, ну, я, честно, не тренер. Но так как я ответственный всё равно за результат, я всё равно, как бы, какие-то поражения на свой счёт воспринимаю, как бы, ручаюсь за то, что мы там проиграли, где-то заняли какие-то последние там места. Это всё, как бы, можете меня закидать какашками, образно говоря. Я не знаю, как тренерский штаб возьмёт ли на себе эту ответственность. Но я считаю, что, как и, там, Чемпионат мира показал, что если команды, которые не выходят из группы, там, плохо сыграли, очень много, ну, меняется тренеров, ну, как бы, тренера меняется. У нас вот так вот. Мы сейчас пока на данный момент работаем с тем тренерским штабом, который есть. Сказать, что он будет и на третий сезон, мы и так сказать не можем. Не можем. Да, конечно, мы не можем. Потому что у нас есть какие-то поставленные цели, там, и от Камила, есть поставленные цели, там, от наших генеральных партнёров, которые мы должны, в принципе, достичь и должны сыграть уже намного лучше. Результат. Да, конечно, результат. И результат должен прийти. И пока вот работаем с тем тренерским штабом. Ну, у нас тоже свои нюансы, там. Мы рассчитывали на помощь, там, на Сашу Алхазову. Но так как его в Химках подняли, он стал помощником Спартака Гогниева, он начал меньше уделять времени. Я считаю, что этот человек бы нам с тактической точки зрения моделирование игры дал бы много. А Гогниев? Ну, Гогниев, да. Розыгрыши стандартов у нас были бы вообще на хорошем прям уровне. Ты сейчас с Гатаговым общался? Я вот... Нет, мы не общались с ним. Я знаю, что если он куда-то... Я знаю, что он создаёт свою команду, во-первых. Он понял, что увезти, наверное, куда-то весь штаб, помимо того, что тут же нет такого, что Гатагов придёт. Он же, когда приходит, у него есть там свой штаб людей. Там я не знаю, скольких людей там. Да, человек может пять, может быть десять. Я не знаю, сколько у них народа. И он, наверное, понял, что как бы по финансам, может быть, кто-то, ну, кому-то он... Я не знаю, касаемо... Не по карману, короче. Не по карману, может быть. Не мне судить, но я знаю, что у него прям большой тренерский штаб, на котором мы, в принципе, не можем... Ну, мы не можем ему это дать, как бы. Я понимаю, что мы с ним общались... Ну, кто-то с ним общался, и он там создаёт свою команду. Я, как понимаю, сейчас на спорте какая-то фигня там происходит. Какие-то со львом что-то. Многие уходят, многие ушли в другие топовые клубы. Я думаю, что Саслан дойдёт до того, что просто создал с вами единую команду и заявится на следующий сезон. Фариду последний вопрос хочу задать. Как ты считаешь, пацанов разбаловали в команде? Нет. Спасибо. Спасибо. Ну, понятие растяжимое, ты тоже разбаловали. Отношениями, деньгами, какими-то поблажками. Может быть, чрезмерный тимбилдинг где-то был. Я думаю, что нет. Нет, то есть, ну, на костяк, на ребят это не может влиять. Только, как уже говорили, окоп говорил, типа, урезать, типа, на премке жить. А так нет. Ну, вот, смотри, приходит Пронин, говорит, тренер мягкий. Ты тренера защищаешь или ты тоже какие-то у тебя претензии к нему есть? Ну, не то, чтобы претензия. То есть, где-то, да, действительно, можно чуть-чуть жёстче. Но у нас есть для этого Виталик. Я считаю, что вот элементарно последний тренер Виталик тоже пихал, когда там мячи мы поставили и там кто-то брал. Ну, чуть-чуть объективно, да. Да, тренер по физподготовке у нас порядок. Да, дисциплина. Ну, и с другой стороны, у нас же не дети. То есть, у нас уже сформировавшие мужики уже в команде многие. А вот многие говорят, типа, у нас дисциплины нет в команде. Кто-то там может хихи, ха-ха. Да пацаны все взрослые по факту. Что там, тренеру подходить, каждому что-то пихать? Это тоже непрофессиональная команда, чтобы за это разговаривать. Ну, многие же кричат, там, типа, с профессиональной точки зрения, понимаешь? А нет ощущения, что есть ребята в команде, которые такие чуть вальяжные, как будто, знаешь, там, не знаю, Ла Лигу выиграли и ходят такие немножко, нет? Да, Коп, например. Мне кажется, они на поле не появляются, нет? Кто на поле у нас играет, таких нету. Могут там где-нибудь на бровки походить, позор, нет? Чистка будет в команде, Дим, коротко? Коротко, да. Уже нескольких игроков со многими расстались. Это Багдасар? Это был Багдасар, это Додо, это, я не знаю, в дальнейшем я еще с ними не говорил, но вот сейчас буду рассказывать. Дим, можно сказать, чтобы облегчить всех душ. Казахстан для некоторых это уже, типа, средний вздох. Нет, вот адекватно там многим, на многих в Казахстане еще посмотрим, которые поедут. Ну, не многих, но есть люди, на которых нужно посмотреть в Казахстане. Если они не сильно проявят себя в Казахстане, то мы как бы будем расставаться, потому что у нас есть цели, которые нам надо достигать. Ты сейчас фамилии не хочешь скрывать из-за какой-то конъюнктуры, коллектив корпоративный? Ну да, пока я не могу говорить. Не стыдно, а боишься? Пока я не могу говорить, потому что у нас и новички многие, ну, там, я не знаю, мы можем сейчас уже, наверное, сказать, что в Казахстан летит Олег Дрожук, арендованный у нас, который, вот мы с ним сейчас разговаривали, взяли ему билет уже из Ташкента. Это уже можно официально сказать, что да, он у нас будет играть в Казахстане. Бизнесом летит? Не знаю, надо посмотреть на победы казахской. Да нет, шучу, хорошим билетом летит. Вот, у нас летит туда Мигди, вот, Мухаммед, который из Родины. Ну, это уже многие писали. Будем усиляться с точки зрения в медийном плане, добавлять людей, которые со статусом медиа придут, которые дадут медийке команде. Будем своих героев развивать. Вот уже там и Арсен снимается, и Батяй снимается, и Амир снимается, Симахин берёт интервью, поэтому… Да уже медиа. Да, поэтому как бы сейчас там, может быть, Рома подключится, сейчас там из спячки выйдет Ляпа, потому что как бы у него там свои нюансы там с профессиональной карьерой. Вот, мы на него тоже рассчитываем. Мулин, который сейчас выздоровел, и как бы пусть тоже развивается, он перед камерой себя нормально ведёт. Не, ну, она красавчик на самом деле. Много роликов в финале. Благодаря нам всё это происходит. А чистка, да? Оживил команду. Вот, вот. А так чистка будет, да? Посмотрим. Короче, Дима подвёл черту, мне кажется, в нашем подкасте. Выражаю респект, кто здесь присутствует. Это Ама Матадор, это Парит Мина Райола, Дима Флорентина Пэрес, Акоп Медин и Батяй А.К.А. Майкл Фелпс бассейн. Давайте, парни, по последнему пожеланию и закругляемся. Что вы хотите сказать, передать, сказать. Слава. Спасибо. Всё, пойдём. Не, я знаю, что хочу. Я не что-то для Казахстана отдельно хочу сказать. Пацаны, вот они же говорят, на встрече, там все экскурсии. Накормите нас бешбармаком чисто. С кайфом похаваем даже. Не подтянешь этого очень тяжёлого. Не мне играть, брат, я потяну. Ты же играешь. Мы что-то заявили. Да? Конечно. У Батяя была какая-то речь так. Он может красиво, по-стински, закончить. Я не буду, не. Почему? Просто, мне хочется просто, чтобы больше людей за нами смотрело, больше людей за нас болело и поддерживало нас. Кстати, Батяя создаёт свой канал. Нам важно, да, мы вот в последнее время, как я уже говорил, мы делаем много контента, да, и нам на самом деле важно, чтобы мы видели обратную реакцию. Ага, она красачка. Поэтому лайки, комментарии, пишите, кого зовут, на следующий подкаст. Спасибо, Диме, спасибо, Акопу, спасибо, Батяя Ами и Фариду. Всем пока, всем спасибо. Спасибо. Базар у него, да, молодец. Спасибо. 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 Спасибо.